Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл передач «Истинные системы». И сегодняшний наш эфир посвящен мотор-колесу. О том, что это такое, нам поведает мой тезка, сын российского изобретателя Евгений Дмитриевич Дуюнов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. И по традиции нашу передачу хотелось бы начать с небольшого рассказа о наших героях, об их увлечениях и работах. Евгений, расскажите, пожалуйста, о вас и о вашем отце. Мой отец Дмитрий Александрович Дуюнов и я вместе с ним уже давно занимаюсь тем, что в современном мире принято называть инновациями. С раннего детства мы увлекались изобретательством, созданием каких-либо новых интересных вещей, совершенствованием того, что уже существует. Постепенно, по мере развития навыков и умений, начали создавать более сложные вещи. С 1995 года занимаемся созданием электрических машин, вращающихся, так называемых, то есть синхронных двигателей. Работаем в области плазменных технологий. Один из наших продуктов – это плазменный сварочный аппарат «Горыныч». Одна из наших разработок, к примеру, технология получения алмазов, наноразмерных, из спирта. Это очень интересно, но я думаю, что об этом мы поговорим в конце нашей передачи. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания мотор-колеса? Как я уже говорил, с 1995 года отец занимался разработками в области электрических машин. В 1995 году, когда он приехал в Зеленоград, ему дали почитать статью «Праведная ярость настоящего ученого», которая говорилась про Николая Васильевича Лавегу, который создал так называемые параметрические двигатели. Он сразу же приехал в Зеленоград снова, познакомился с ним, занялся изучением данного вопроса. Обнаружил несколько странностей, что технология данная не повторялась на других двигателях. Достаточно долго работал над созданием совмещенных обмоток. Разработал, придумал принципы их формирования. Мы долгое время занимались общепромышленными двигателями. Но их продвижение очень сложно, так как простому человеку совершенно непонятно, что это за двигатель, зачем он нужен, какие преимущества он дает. Но в 2015 году, спустя 20 лет, так как начал бурно развиваться электротранспорт, пришли к выводу, что необходимо создать вот такое вот мотор-колесо, которое было бы понятно простому человеку, которое ему нужно, интересно, которое можно непосредственно взять, пощупать, на нем сесть, прокатиться, понять, что это такое, что он из себя представляет, какие преимущества дает и зачем вообще применять. Очень интересно. Сейчас я возьму небольшую паузу и всем нашим зрителям, которые в настоящий момент смотрят наш эфир, либо присоединились к его просмотру, либо присоединятся к нему чуть позже, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы. Евгений на все их постарается вам ответить. Итак, Евгений, скажите, пожалуйста, как же далеко вам удалось продвинуться вот в этом начинании? Ну, сейчас продвинулись уже достаточно далеко. Создано множество опытных образцов, как мотор-колес, так и других двигателей. Изначально проект был создан как народный проект. Началось продвижение, в первую очередь, среди обмойщиков, которые начали пробовать мотать двигатели. Вот, у них начало получаться. Люди стали довольны проектом. Вот, и поэтому уже десятки тысяч двигателей были перемотаны частными компаниями. Ну, как, с чего начиналось вообще, как это все развивалось? Вот это вот можете рассказать поэтапно, там, не знаю, в 95-м году, в 2000-м году, когда это все запустилось в производство? В 90-е годы начали промодернизацию двигателей. Но по независимым от нас причинам в конце 90-х пришлось от этого проекта отойти. В середине нулевых отец приехал из Реноград. Здесь занялся налаживанием производства сварочных аппаратов «Горыныч». Когда они стали давать доход, мы уже, по сути, показали, что можем создавать реальные проекты, выводить их на рынок. Решили вернуться к тематике электродвигателей. Вышли на форум обмотчиков, где с людьми поделились информацией, как использовать данную технологию, дали людям схемы. Мы начали мотать, после чего были некоторые форумные войны на форуме «Обмойщика украинском». Мы создали свой ресурс интернет, куда пришли люди, где начали делиться друг с другом информацией, совместно считать двигатели. Как вы вообще собрали? Первая идея, я уже не знаю, опытный образец, как вы его поставили на велосипед, или что у вас было в первоначальном? В 2015 году решено было создать мотор-колесо. Мы приобрели первый мотор Golden Motor Magic Pi 2. Один мотор остался с постоянными магнитами в изначальном его состоянии, с другого мы удалили сам двигатель электромагнитную систему, оставляли от него просто корпус. За расчеты сели в феврале, в марте 2015 года уже первый мотор-колесо поехало. Взяли просто самый дешевый велосипед, который смогли найти, на него поставили батарейку, которую, опять же, смогли найти, приобрести. Вот это колесо, и начали первые тестовые поездки. Но выяснилось, выявилось большое количество проблем, в том, как контроллер, который мы использовали, совершенно не предназначался для таких двигателей. Начали взаимодействовать с американской компанией «Кертис», которая эти контроллеры производит, которая постепенно начала вносить изменения в свою систему управления, для того, чтобы они могли работать с нашим колесом. Дальше уже в своем корпусе создали второй образец, который можно видеть на экране Виктора Арестова в Германии. Сейчас на нем ездят. Давайте вот как раз прокомментируйте данный ролик. Да, здесь ролик Виктора Арестова, который является нашим европейским представителем, которому был передан один образец мотор-колеса. И он на аэродроме покатался, развил максимальную скорость 91 км в час. Приличная скорость. Да, на маленькой слабенькой батарейке в 48 вольт, которая там в сумке у него лежит. Что является очень значительным показателем. Текущий мировой рекорд в книге рекордов Гиннеса – это около 80 км в час на батарейке в 48 вольт. Мы сейчас развивали скорость уже около 140 км в час на таком же напряжении. Скорость для такого байка, скажем, это же опасно. Есть ли какие-то ограничения? Как там работает тормозная система? Естественно, требуется и соответствующая резина, и тормозная система, и подвеска. В серии мотор выйдет. Естественно, мощность, а максимальный оборот, скорее всего, будут ограничены. Но, опять же, это можно оставить на усмотрение конечного потребителя. Скажите, пожалуйста, простой обыватель, как я, как любой наш зритель, он без особенной подготовки может сесть за ваш велосипед и начать уже им пользоваться? Либо нужно пройти какие-то определенные курсы вождения? Если есть опыт управления велосипедом, либо мотоциклом, то можно сесть, поехать практически сразу. Нет существенных различий? По сравнению с мотоциклом существенные различия – это отсутствие сцепления и коробки передач, за счет чего намного проще в управлении. По сравнению с велосипедом, естественно, больше тяговой характеристики и добавилась ручка газа, говорится. Насчет тяговых характеристик, да, вот можно видеть, как скутер... А это вот кто за рулем? Это Дмитрий Александрович Дюйнов, мой отец за рулем. Видно, как скутер тащит автомобиль Нива вверх, в горочку. Отлично. Это такая у него мощность, да? Понятно. Расскажите, пожалуйста, были ли какие-то вот серьезные испытания, научные испытания вашего мотор-колеса и где они проходили? С испытаниями мотор-колеса, научными, серьезными, официальными, есть некоторые сложности, потому как текущие, существующие стенды, они не приспособлены для испытания таких двигателей. То есть даже немецкие университеты некоторые, которые говорили, что вот мы сейчас испытаем, пошли на попятное. А двигатели с совмещенными обмотками испытывались многократно и в Дюссельдорском университете, и в Болонском университете. Протоколы этих испытаний выложены на форум. Наш двигатель My4RU, можно спокойно зайти туда, ознакомиться, посмотреть, какой результат дают эти обмотки. Для испытания мотор-колес я построил на базе рамы грань некий велосипед, в котором установлено большое количество датчиков, которые порядка 100 раз в секунду упрашиваются, и постоянно все эти данные записываются. Можно строить очень интересные диаграммы характеристик, то есть иномограммы КПД в зависимости от момента и оборотов, и многие другие, что не позволяет сделать даже современные стенды. И о каких результатах сегодня можно говорить? На данный момент наибольший момент, который получали с колеса, это около 200 ньютонометров. То есть около 80 килограмм тяги на текущем колесе. От обороты до 2000 оборотов в минуту получали. Это прилично. Да, пиковая мощность, которую с него снимали, это 20 киловатт. С мотор-колеса 318 габарита. Но я думаю, это достаточно мощный двигатель, который ничем не уступает двигателю внутреннего сгорания. Да, это достаточно мощный двигатель. Сейчас мы дорабатываем наше мотор-колесо меньшего габарита, 186-го, который пока дает до 5 киловатт. Но оно уже легче весом, меньше размерами. Его можно ставить на менее мощные велосипеды. Евгений, расскажите об эволюции вашего мотора-колеса. Вообще, первый это был велосипед, как мы видели. Первое мотор-колесо было собрано в довальческом корпусе. То есть, корпус другого мотора совершенно был. У меня там была куча недостатков из особенностей его изготовления. То есть, технология изготовления была неотработанная. Второе колесо уже, соответственно, более мощное. Сейчас я езжу где-то, по-моему, уже на пятой итерации колеса. Постоянно вносятся какие-то изменения. Совершенствуются конструкции, как механическая, так и электротехническая. То, чтобы и улучшить КПД двигателя, и мощностные характеристики некоторые. Чтобы механическую надежность повысить. Простить эксплуатацию. Ну вот, мы смотрим ролики. Есть велосипеды, есть скутеры. И вот на одном из роликов мы видели автомобиль. Каким образом вы дошли до этого? Это была изначально поставлена цель перед вами, что необходимо собрать и заниматься производством электроавтомобилей. Либо вы не ставите перед собой такой цели. Мы сами по себе компания-разработчик системы электрического привода. Мы не занимаемся готовыми транспортными средствами. Недавно на нас вышли ребята из Тольятти. Они показали, что способны и могут создать электромобиль. Поэтому им были даны чертежи. Они по ним изготовили себе четыре мотор-колеса. И на базе четырех мотор-колес сделали электромобиль Zeta. Который можно видеть в некоторых из роликов. Ну давайте вот сейчас пока дойдет наш ролик об автомобиле, мы к нему вернемся. Скажите, пожалуйста, где планируется вообще применение этого мотор-колеса? Он же, наверное, не только на автомобилях. Где его еще планируют? Естественно, планируется применять его не только на электромобилях. Для меня пишут многие люди, которые хотят применить его в разных сферах. Вплоть до каких-либо летательных аппаратов. То есть, так называемые реактивные ранцы и катера, и лодки. И так же его можно применять, например, вентилятор достаточно мощный. Плюс ко всему мы работаем над разработками других двигателей, не только мотор-колеса. Которые можно применять и в электроинструменте, и в какой-либо бытовой технике, промышленном оборудовании. Других типов транспортных средств. Плоть до огромных кораблей каких-нибудь грузовых. А были уже подобного рода заказы? Мы в инициативном порядке работали над так называемым азиподом. Это подруливающая машина для ледокола. Работали над двигателем для болгарки. Блэшфальной машины. Для торцовочной пилы, которая дает ей некоторые преимущества. То есть, в первую очередь, относительная тишина работы. А во-вторых, за счет меньшего габарита можно поворачивать на более широкий гамма углов. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли использовать ваше мотор-колесо в инвалидных колясках, например? Естественно, мы специализированный двигатель даже разрабатываем для использования его в так называемых приставках. То есть, перед коляской ставится руль с колесом, с батарейкой. Человек на нем ездит, сколько ему надо, домой проезжает, отстегивает его, просто может руками катить. Об этом мы вернемся чуть, наверное, попозже. Вот как раз у нас подошло время этого ролика про автомобиль. Можете прокомментировать данное видео вообще? Что тут показывается? Здесь показывается конструкция мотор-колеса для автомобиля. Автомобиль сейчас пока временно называется Zeta, либо же Electropanda. Это некое унифицированное шасси, на которое можно ставить разные кузова. Данное шасси обладает четырьмя мотор-колесами, нашими 318-го габарита. Вот здесь как раз оно показано. На их испытательном стенде и характеристики данного мотора приедены. Тормоз вывели наружу, поэтому он без проблем устанавливается с тормозом. Многие жаловали, что, возможно, проблема установки тормозов. Электромобиль сейчас показал достаточно низкий расход, порядка 40 Вт-час на километр пути, что очень мало на самом деле. А вот это расположение показано на батарей аккумуляторных? Аккумуляторные батареи, моторы, контроллеры. То есть каждое колесо обладает отдельным контроллером. Поэтому можно использовать его как в режиме полного привода, так и отдельно подключать передний и задний привод. Все контроллеры синхронизируются по вращающему моменту, поэтому работает как виртуальный дифференциал. Вот сам кузов автомобиля кто разрабатывает? Это те же самые ребята из Тольятти. Это их уникальная разработка. Кузов, на самом деле, некоторые жалуются на дизайн, понравился очень сильно азиатам, китайцам, которые, по-моему, даже дизайн хотят лицензировать у них. Смотрите, достаточно маневренный получился автомобиль. Да, достаточно маневренный, шустрый автомобиль, компактный, в городе на нем, думаю, будет достаточно удобно ездить. А грузоподъемность такого автомобиля? Честно говоря, это зависит в большей степени от шасси и от кузова, который применяется. А максимальная мощность вашего мотор-колеса тогда, на которую можно рассчитывать? И можно их применять на биолазах, к примеру, которые занимаются добычей руды в шахтах? Сейчас 318-й габарит с достаточно узким пакетом 35 мм имеет мощность до 20 кВт. Можно сделать более широкий пакет, повысив мощность, не изменяя конструкцию. Можно разработать большего диаметра колесо, а устанавливать его на, соответственно, более мощную технику. Вплоть до каких-нибудь тракторов, например. Это существенно облегчило труд в аграрном секторе, применяя ваше мотор-колесо. В тракторах существенно уменьшаются расходы на топливо, уменьшаются расходы вообще на производство культур различного рода. Они, в первую очередь, интересны типуличным хозяйством, где трудно использовать технику с ДВС за счет выхлопа. Давайте тогда вернемся все-таки к рассказу о применении на инвалидных колясках. Есть уж какой-то опытный образец, либо это пока только где-то на чертежах? Есть опытный образец двигателя 186-го габарита. Он более, как сказать, маленький, компактный и легкий по сравнению с большим колесом, которое здесь можно наблюдать. И его прорабатывали с целью использования, как в той концепции, которая упоминалась, то есть некие передние приставки с рулем, с батарейкой, сразу со всем остальным, чтобы ее, возможно, было использовать на уже существующих инвалидных колясках, не разрабатывая специализированные конструкции, не создавая дополнительное производство самих колясок, чтобы упростить и удешевить конструкцию. Скажите, пожалуйста, были ли у вас предложения, допустим, от государственных органов, либо просто от инвесторов, которые захотели бы инвестировать денежные средства в продвижение вашего проекта? Естественно, предложения были. Во многом это предложения от зарубежных компаний, но, к сожалению, многие из них привыкли из России получать технологии бесплатно, оставляя разработчикам какую-то копеечку, как говорится, на мороженое. Но нам неинтересно передавать и продавать, и отдавать бесплатно, тем более, технологии за рубеж. Мы сейчас стремимся поставить производство именно в Российской Федерации, потому что мы живем здесь, улучшать мир надо вокруг себя, создавать рабочие места здесь, и платить налоги в отечественную казну. Золотые слова, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот все вот это колесо для велосипеда, колесо для скутера, где-то в Тольятти у вас сделали колесо для автомобиля. Вы все время работаете, скажем, в маленьком каком-то помещении, либо у вас уже есть перед вами какие-то стоят задачи, цели, создать большой завод по производству, мотор-колеса и прочее. И сейчас мы работаем пока в своем маленьком офисе, но начали компанию по сбору средств, народную, краудфандинговую. Потом как решили, что почему играть только с крупными игроками, почему бы не дать людям возможность стать сопричастными к этому проекту, каждому в нем поучаствовать, стать соучастником данного процесса, получить долю. Кстати, Евгений, пользуясь случаем, уважаемые зрители, у вас есть уникальная возможность поучаствовать в данном проекте. Евгений, озвучьте, пожалуйста, что за проект, где можно о нем почитать, каким образом необходимо вам перечислить эти денежные средства, в каком размере и так далее. Вот обратитесь, пожалуйста, к нашим зрителям. Да, сейчас начата официальная уже кампания, пока заканчивается формирование пакета документов для всего этого дела, создание юридического лица. Пока почитать можно информацию в нашей группе ВКонтакте, до иного официальная. Создается специализированный сайт, уже скоро он будет завершен. Также в платежных системах все аккаунты будут зарегистрированы, для того, чтобы можно было переводить средства. И все данные можно пока смотреть в нашей группе ВКонтакте. Отлично. Ну и вот наша передача незамолимо двигается к своему логическому завершению. Скажите, пожалуйста, какие цели вы ставите перед собой, какие задачи на ближайшее время вы ставите перед собой, каким вы видите свое ближайшее будущее через 5, 10, 15 лет? На данный момент наша основная задача это создание опытного проектно-конструкторского бюро, которое бы занималось, во-первых, проектированием на заказ электрических машин, новых совершенно. Оно бы занималось... Проектирование электрических машин это, естественно, задача нашей команды. Основная задача этого конструкторского бюро это создание производства электрических машин, То есть будет некое производство-производство, опытное производство, где отрабатывается оснастка, создается эта оснастка, далее она передается на какой-то другой завод, который начинает производить именно эту конкретную машину. Также одна из основных задач сейчас это перепроектирование всего ряда общепромышленных двигателей для того, чтобы создать производство в России, конкурентоспособное, современное, инновационное, которое было бы востребовано во всем мире. Это замечательно. Тогда у меня появилось несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, ищете ли вы в вашу команду молодых ученых, либо уже ученых с именем, либо ученых без имени для того, чтобы с ними совместно реализовывать ваши проекты? Если да, то вы можете обратиться в камеру и сказать, ребята, всем, кому это интересно, милости просим. Да, естественно, вращайтесь, потому как этот проект очень широкий, очень объемистый, и силами только нашей команды его воплотить в жизнь невозможно. Естественно, нам требуются новые кадры. Когда будет создано окончательно это конструкторское бюро, потребуются и специалисты-производственники, и специалисты по проектированию электрических машин, конструкторы, чертежники, которые бы занимались данным проектом. Этого проекта хватит еще не на одну сотню лет, поэтому люди без работы в дальнейшем не останутся. Хорошо. И вторая часть вопроса. Каким же вы все-таки видите будущее вашего конструкторского бюро? Какие вы перед собой ставите задачи и чего вы ожидаете, как я и говорил, через 5-10-15 лет? Через 5-10 лет, я надеюсь, как раз будет налажено опытное производство, которое позволит, собственно, отрабатывать технологии изготовления новых электрических машин, нового класса, нового уровня энергоэффективности. И, надеюсь, через несколько лет будут уже неактивно применяться, если это через 5-10. И в новых видах инструментов, в новых видах промышленной техники, которые обладали бы какими-либо новыми потребительскими свойствами, и лучшим качеством и надежностью. Ну и модернизация, наверное, уже имеющаяся. Да, естественно, сейчас большое количество людей задействовано в модернизации. Это компании, которые занимаются ремонтом электрических машин. Мы сейчас заключили уже около сотни лицензионных договоров с такими компаниями, которые уже занимаются реализацией проекта на практике. Здорово. Я только пожелать могу вам удачи в ваших начинаниях. Ну, основные моменты мы с вами уже обсудили. Вы в начале передачи сказали о том, что все начиналось с плазменного... Да, плазменного комплекса Горыныч. Да, вот два слова, что это такое, где оно применяется, сколько это вообще стоит. Это бытовой плазменный аппарат, который предназначен для сварки, резки, пайки, другой термообработки. Он, в первую очередь, сделан для малых мастерских, так называемых гаражных мастеров. Он позволяет на достаточно малой мощности проводить те операции, для которых другим аппаратам требуется больше электроэнергии. Режет он абсолютно любой материал, который можно найти на планете Земля. Ну, я думаю, в ближайшем космосе тоже. И сколько стоит такой аппарат? В данный момент он стоит 45 тысяч рублей. Где его можно приобрести? У нас, можете обращаться в нашу компанию, аспп.ру, сайт наш, аспром.ру. Там можно заказать, приобрести данный аппарат. Здорово. Ну, и, собственно говоря, в конце у меня родилась идея. Я пообщался с вами, помониторил вас и в вашем творчестве, скажем так, работах в интернете. У меня возникла идея, а что, если я, допустим, человек, ну, грубо говоря, с улицы, захотел приобрести себе подобного рода велосипед, либо скутер. Могу ли я сделать, допустим, предзаказ какой-то? Либо, если могу, то как это все делать сам? Ну, на текущем этапе мы еще пока предзаказы не собираем. Если будет набрано методом краудфандинга достаточная сумма, достаточно короткие сроки, мы запустим производство методом кооперации. То есть, просто закупим оснастку, на стороннее предприятие ее отправим. Там будут делаться комплекты деталей. Возможно, к следующему сезону таким образом можно будет приобрести двигатель. Ну, и последний момент, как бы два, точнее, я хотел бы обратиться к нашему режиссеру. Скажите, пожалуйста, у нас были вопросы от зрителей. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений. Ксения Гордеева, я так думаю. Ребят, тут назрел вопрос у наших друзей. Скажите, пожалуйста, мы от всей своей команды желаем вам удачи, в любом случае, в вашем проекте. Спасибо. Вы говорите, что хотите развивать ваш проект, что хотите сделать рабочие места людям. Правильно ли я понимаю, что это важно для вас в России сделать? Или система сейчас так, найдете деньги. Это важно для России? Вы хотите, чтобы эти рабочие места были у нас? Или вам все равно главное, что вот прекрасный проект, замечательный для планеты Земля. Естественно, в первую очередь, главное для нас, чтобы проект развивался именно на территории Российской Федерации. Ну, важно сохранить это желание, несмотря на деньги и какие-то влияния из других стран. Я вам желаю удачи и от всей нашей команды. Спасибо. Ну и финальный вопрос, наверное, у меня возник. Да, мы забыли о нем упомянуть. Скажите, пожалуйста, где представлены ваши модели? Принимали ли вы участие в каких-то, ну, я не знаю, выставках, шоу и так далее? Ну, естественно, принимали участие в большом количестве выставок, как с горыночами, так и с мотор-колесами. Вот недавно была относительно выставка в Монако, топ-марк. Сейчас в Ницце на выставке, в Москве на большом количестве выставок принимали участие, начиная от Архимеда и заканчивая недели в Москве. 24 июня либо в Сокольниках, либо на ВДНХ будем организовывать мероприятие, на котором можно будет познакомиться как с условиями инвестирования, так и с образцами техники. Так что всем желающих приглашаю нас посетить. Данные будут обязательно в группе ВКонтакте нашей, на моей странице, и, скорее всего, на нашем сайте as-pp.ru. Уважаемые зрители, между прочим, это интересная информация. Если вы хотите вживую увидеть действующее мотор-колесо на скутере, на электровелосипеде и на автомобиле, да, он будет там представлен? Автомобиль там, скорее всего, представлен не будет, будет представлен велосипед. То следите за информацией в социальных сетях, на ВКонтакте, группа называется Do You Know, да? Да. Вот, там будет вывешена информация о том, где именно и в какое время будет проходить данное мероприятие. Ну да, и помимо этого иногда люди сами собираются, например, собралось человек 10, пишут, что вот хотим приехать, посмотреть, без проблем организовываем покатушки. Уважаемые студенты, активные там участники различных групп, пишите вашу заявку Евгению в личной, я не знаю, в социальных тех же самых сетях на электронную почту о том, что вы хотите приехать, посмотреть воочию, как же это все выглядит. Может быть, вы хотите отснять свою передачу, если там блогер, например, начинающий. Это очень интересно. Евгений с радостью, наверное, примет ваше обращение. Да, без проблем. Ну и, наверное, один из последних вопросов. Скажите, пожалуйста, вы и ваш отец имеют ли какие-то научные степени, звания? Ну, отец научных степеней и званий не имеет. Я вот вчера защитил магистрскую диссертацию, так что теперь стал магистром техники и технологий. А на какой тему была диссертация? Разработка методов снижения влияния торсионных вибраций при выращивании слитков кремния. Я ее привязывал к микроэлектронике, но по факту это те же самые электродвигатели, которые обладают меньшим уровнем шумового вибраций. Поздравляю вас, Евгений. Спасибо. Вот на этой радостной ночи мы и закончим наш эфир. Если у вас появились вопросы, если у вас появились предложения, если вы хотите активно поддержать наших молодых российских ученых, пишите ваши пожелания, ваши обращения на наш сайт, в социальные группы непосредственно Евгению. Поддерживайте наши проекты. Мы всегда работаем для вас, мы с вами. Я надеюсь, что вам понравилась наша передача. И мы одним из следующих этапов будет непосредственно, я хотел бы снять, у вас на производстве, вживую увидеть, как это все работает. Да, конечно, с удовольствием приглашаем вас посетить нас. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok